Тор 4. Любовь и гром. Фантастически в нём творится дурдом. Фильм ради бабок слепили на хайпе нарочно. Ну да, точно. Это пи***ец. Но именно так устроена жизнь. Лайк за Асгард на видос сыпани. Подписку оформи, Катюшам репостни. До конца досмотреть не будет позорно. Детки, запасайтесь попкорном. Если ждёшь крутой сюжет, обломись, его там нет. Плоский юмор, как всегда. Тор, ты как считаешь? Всё это какая-то бессмыслица. Да, а впрочем плевать. Часть 4. Продолжение. Тора физическое восстановление. Пузатого бога в нём будет понты. Ты перестарался, чёрт возьми! Покажи свою букашку. Нет. Может быть, она слишком маленькая? Точно. Вовсе она не маленькая. В финале мчунов Тор со стражами улетел. Со звёздным лордом за лидерство спор разогрел. Но всё же упрямцы вроде как подружатся. Что? Я просто слушаю. Лучше поздно, чем никогда. Как обычно в кино, всё дело в круговом наебалке. В свой путь отправился грозовой карапузь. Покинул наскучивший страж галактический профсоюз. Пути ему встретится размалёванный шут. Чего он там мелет? Все боги умрут. Будет больно. Пиздец, и мешки ворочат. Да ты прав. Кстати, Психа сыграл Кристиан Бейл. Из него получился отличный злодей. За этого Марвел-злодея реально не стыдно. Так вот, этот выдень не дал Тору поторчать. И с мячиком суперским стал донимать. Всем хвалится, мол богов на бутылку сажать ему не впервой. Давай-ка поглядим, кто ты такой. Огонь в глазах, где мы в башке. Пью клей и нюхаю бухлишко. Ты вообще нормальный? Наш пауэрбанк осознал, что Психа не тянет за помощью к старым кентам при чухании. Но мало кто захотел быть к такому причастным. Это кажется немного опасным. Ля ты крыса. Скользкие твари. Ни стыда, ни совести. На помощь к нему не хотя вышли стражи. Принцесса Асгарда, валькирия наша. И полтора землекопа, что слыхали о нём. О боже, мы умрём. Бывает. Это спецы. Это полная шопа! Это ещё цветочки. Дальше хуже. Наверное, так бы оно и случилось. Если б замес Супергёрл не включилась. А ей оказалась в юбке Эйнштейн, бывшая Тора. Джейн? Это невозможно. В такие вещи надо просто верить. Ха, такой кисунь, а в гроб не засунешь. Как стало такой? Охрен его знает. Вроде как Мьёльнир её так вкачает. Тор всё ещё любит и ей искренне рад. Когда это было 3-4 года назад. Красивая, а мазков маловато. Восемь лет, семь месяцев и шесть дней плюс-минус. Пошёл на хуй, петушара дырявый. Ха-ха-ха. Вся эта компашка злыдня втащила. Его самого на бутылку садила. Вклад бабы Тора оказался решающим. То, что ты там сделала, это было впечатляюще. Она устрашающая женщина, понимаешь? Чистое везение. Может быть. А может и нет. Особого смысла в сюжет не заложено. Но классной картинкой и юмором сложено. Ну, конечно же, в сравнении с первыми фильмами этот осудишь. Первого никогда не забудешь. Да, господи боже мой, ну и придумал. Это же говно какое-то. Ха-ха-ха, не фильм. Вот уж ебанное позорище. Любовь и гром завершает про Тора франшизу. Жаль, что ему на замену героев, ну, не вижу. Да и с фан-сервисом в этом фильме вышла бурда. Вещи собрала? Да. Ну и это ещё не ха-ха. Как это может быть не ха-ха? Да им похер! А ты подписку к каналу за Тора. Нажми, молнии в комментах ему, сыпани, видос поддержи лайком или дизом, но бодрым. Может ему помочь? Давай досмотрим. Удобно вы придумали. Ну что, асгардцы Тор 4, любовь и гром вроде как исследовал. Я же с вами не прощаюсь. Но, пока-да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok